Театр одного актёра. Именно так при жизни Юрий Латышев называл традиционный урок. Плыть по течению не согласился, опередил мировые тенденции в образовании на 15 лет. Домашнее задание раз в год, в мае. Вместо обычной лекции – живая дискуссия. Сегодня по такой методике обучают детей в школах, вузах, по всей стране и за её пределами. А заслуженного педагога помнят как новатора, чтобы труды не обернулись прахом, а стали фундаментом для молодых учителей, в Ульяновске открыли Латышев Центр. Задач у центра несколько. Во-первых, это само общение педагогов, новаторов, учителей года с будущими учителями, со школьниками. То есть такая популяризация педагогической профессии. Ну и, конечно, непосредственно мастер-классы, лекции, ну и другие беседы, которые будут направлены на развитие педобразования, на развитие вообще образования. Центр будет работать одновременно на нескольких площадках – в педагогическом университете, в 44-й гимназии и 101-м губернаторском лицее. В последнем в честь открытия прошла педагогическая ассамблея, как знак начала развития нового для российского образования направления. В зале почетные гости, заслуженные педагоги, народные учителя. В будущем Латышев Центр позволит проводить крупные научные семинары. Это подчеркнул зампред регионального правительства Сергей Кучец. Мы очень надеемся на то, что он станет большой многопрофильной площадкой, систематизирующей педагогический опыт и своего рода академией педагогического мастерства для региональных учителей, а также для их коллег и других регионов страны. Кроме того, к 2025 году Центр станет стажировочной площадкой международного уровня. По культурно-образовательным маршрутам пройдут тысячи педагогов мира. Это один из основных пунктов плана развития. Он включает в себя и проведение съезда народных учителей, педагогов, новаторов Российской Федерации в следующем году, также в день 90-летия Юрия Ивановича Латышева. Это проведение областного сначала фестиваля педагогических классов имени Юрия Ивановича Латышева. В дальнейшем планируем такой фестиваль сделать всероссийским. Помимо прочего, новая площадка позволила организовать музейное пространство. Почти все представленные экспозиции – личные вещи народного учителя. Здесь и фотографии, и записи, а на интерактивном экране – биография и фразы Юрия Ивановича, которые сейчас смело можно считать фразеологизмами. Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.